Денис и Анна Дудины оба трудятся на ВСМПО, растят двух сыновей и давно мечтают об уютном доме. Они из двух сотен претендентов на получение бесплатного участка в новом микрорайоне города Юго-Западный. Хороший экологически чистый район, хотели давно. У нас состав семьи большой, два мальчика растут, два сына. Есть кому строить, почему бы нет, бесплатная рабочая сила. Более 240 гектаров земли за территорией нынешнего совхоза и близ строящейся Титановой долины через несколько лет станут новым городским районом. За освоение целины городская администрация взялась почти три года назад. Амбициозный проект реализуется в рамках федеральной программы и совместно с областью, так как часть земель принадлежит именно региону. Начиная с 2013 года были заключены два государственных контракта между Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и Сагуб областной центр недвижимости. Они и явились основными разработчиками данного проекта. Однако история не так просто сложилась по данному проекту, поскольку пришлось вести длительные переговоры по доработке изначально представленного в администрацию проекта с тем, чтобы были предусмотрены коридоры коммуникации, коридоры транспортной логистики, реконструкция существующих объектов коммунального хозяйства. Ну и вот, собственно, процесс корректировки закончился только в 2016 году, то есть почти три года потребовалось для доработки данной документации в целях освоения. 18 апреля нынешнего года проекты планировки и межевания нового микрорайона обсуждали на публичных слушаниях в администрации города. Салдинцам наглядно объясняли, где сосредоточится частный сектор, а где коттеджи будут соседствовать с пятиэтажками. В соответствии с соглашением об установлении на территории города Верхняя Салда прилегающей территории к особой экономической зоне, было определено деление проекта на две части. Одна часть в том числе включает среднеэтажную жилую застройку, это та территория, которая у нас примыкает с южной стороны к автомобильной дороге, соединяющей город Нижний Тагил и город Верхняя Салда. Далее, ближе к пруду, южнее среднеэтажной застройки многоквартирной, уже располагается зона индивидуальных жилых домов, зона для размещения объектов общественных, таких как, например, детский сад в том числе. Детских садов в новом микрорайоне запланировано два, с общей вместимостью почти на 800 мест, и одна школа, рассчитанная на полторы тысячи учеников. В общей сложности под индивидуальное строительство нарезано 463 участка. 19 мая представители Министерства по управлению госимуществом Свердловской области прибыли в Верхнюю Салду, чтобы актуализировать данные салдинцев, претендующих на получение первых 140 земельных участков. Заявители оформили анкеты с данными, и далее Министерство будет работать с ними в индивидуальном порядке. Согласно проекту и генплану Верхней Салды, стройка в новом микрорайоне не за горами. Предварительный срок сдачи первой очереди – 2020 год, расчетный срок реализации всего проекта – 2035 год.